В общем, я не знаю, как вы меня слышно, мы сейчас сидим в аэропорту, точнее я сейчас сижу в аэропорту. Мы сели в самолет и сказали, через несколько секунд, буквально, пожалуйста, с ручной кладью, все приглашайтесь обратно в автобус. Сейчас мы приехали обратно в аэропорт, к самолету поехали все службы, там три пожарки, все эти, ну, короче, машины специальные по обслуживанию, все работники, которые стояли на регистрации, на паспортном контроле, все, в общем, туда сбежались. Просто, на самом деле, я не знаю, что случилось, но технически какие-то неполадки мы просто реально чудом вот не взлетели, потому что до взлета оставалось буквально 10 минут. И сказали информацию, скажут, где-то минут через 15, пока ничего не понятно, я сижу, вот кофе себе взяла. На самом деле, я с таким никогда не сталкивалась, это действительно очень страшно-страшно, именно то, что просто оставались считанные минуты до взлета, вот. И очень интересно, что там случилось, не знаю. У нас привезли к самолету, прошло где-то полчаса, но и в него, например, степенья капает, я не знаю. Не могли бы вот найти другой самолет? В общем, мы задержались на час 10. Сейчас, как вы видите, уже выехали на взлетную полосу и готовимся взлетом. Если честно, страшновато лететь на таком самолете, когда ты знаешь, что была какая-то неполадка, причем неполадка, судя по количеству людей, которые направились ее решать, уже серьезно. Поэтому я, если не забуду, вам расскажу еще одну историю. Я просто познакомилась с одной парой семейной, они работают в аэропорту. Я вам потом расскажу, если у меня есть была вода, вылетит из-за времени полета. Умение наших пассажиров очень ценно для нас. Вы всегда можете оставить свой отзыв о рейсе. Вот она, Россия-матушка, сейчас за багажом и на встречу с родителями. Должна была я прилететь в 20 минут 9-го, а сейчас ровно 10 часов вечера, а я стою уже в багаж, уже минут 15, наверное. И нету, и нету, и нету, и нету. У меня там родительная, ну что, маска? Снежок! Рассказывай, что там купила-то. Ну, кто тут меня? Ульяна, меня встретил. Гуляем, гуляем. Мы только что пришли в гостиницу, в номер. В общем, сейчас вам быстренько покажу. Здесь у нас ванная комната, здесь односпальная кроватка моя. Надо окно открыть. Знаете, в общем, в Москве сейчас огромная беда с этим, с местом жительства к Новому году. Зато вид на парк хотя бы. Здесь у нас, ну, короче, все очень просто. Хотели бы остановиться в центре, в какой-нибудь хорошей, нормальной гостинице, но, к сожалению, там все занято. И здесь у меня родители, двуспальная кровать, тумбочка, телевизор, балкончик. Надо тоже сейчас открыть шкафчик, который я уже заняла. Ну, и, в принципе, наверное, все. Вот как вот здесь вот пробраться к этому. Блин. Ёлки-палки. Тыгдык, 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 тыгдык. К окну. Пробрались. Нормально. А мы что, вам заключенные? Эй, алло. Или у вас люди в окно выходят, хочется спросить. А, все понятно тогда. Смотрите. Просто прелесть. Ну, радует реально, что вид хороший. Тут у нас прям парк рядом. Вообще, конечно, хотелось бы в гостинице получше устроиться. Но ничего, чистенько, нормально, белье симпатичное. В общем, я, наверное, буду на этом заканчивать свой влог. Спасибо, что его посмотрели. Завтра будет интересное видео, наконец-то, полноценное из Москвы. Сегодня я просто уставшая после дороги. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.